Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. В этом видео мы поговорим с вами об инвестировании в коммерческие займы. Я расскажу довольно подробно, как это работает, какие риски здесь есть и какие возможности в свою очередь. Поскольку, с одной стороны, мы довольно активно, постепенно освещаем это направление. Я показываю какие-то свои проекты, куда сам инвестирую. С другой стороны, вижу полнейшее непонимание очень многих людей и крайности от того, что это все лохотрон, вообще ни в коем случае даже близко не надо подходить, до того, чтобы наоборот вбухать все деньги и на всю котлету зайти в этот инструмент. Итак, давайте постепенно разберемся, что это такое. То есть инвестиции в бизнес через займы, это когда мы даем деньги бизнесу на развитие напрямую, как правило, на внебиржевом рынке. То есть мы можем дать деньги бизнесу, покупая, допустим, его облигации, которые размещаются на бирже. Но если мы берем более мелкий бизнес, который пока не может себе позволить дорогостоящие процедуры выхода на биржу, то можно работать напрямую. Что это дает? Это дает довольно высокую доходность потенциальную, заметно более высокую, чем на биржевом рынке. Почему? Ну потому что не зажрались еще, не вышли на широкие массы, где огромное количество инвесторов готовы дать деньги. И поэтому, поскольку пока еще широкий рынок для них закрыт, компании вынуждены давать более высокую доходность. Относительно низкий порог входа, относительно многих других инструментов, например, недвижимости, где требуются миллионы, здесь порог входа потенциально порядка несколько сот тысяч рублей, если напрямую работать. А если работать, например, через краудинвестинговые платформы, типа, например, JetLand, которая позволяет буквально там несколько тысяч рублей, пять тысяч рублей положить. Можно работать и так. То есть относительно низкий порог входа. И главный плюс, главный плюс, вот я как раз буду на примере статистики, которую показывает JetLand, показывать, что инвестиции в бизнес, даже несмотря на провалы, в целом дает достаточно четкий, прогнозируемый, понятный доход. Ну вот в данном случае сравнивается, допустим, с облигациями широкого рынка. Вот рыжие – это высокодоходные облигации российские. Ну а рынок акций, понятно, что в момент его сильной просадки идет колоссальная разница между тем, что можно было бы получить просто, допустим, выдавая долги бизнесу, либо вкладывая в акции. Зачем? Давайте разберемся, зачем компаниям деньги. То есть зачем небольшой бизнес? Речь, как правило, про малый бизнес. Малым в России сейчас считается бизнес с оборотом до 800 миллионов рублей. Ну, кстати, это достаточно неслабый такой оборот. И зачем компаниям деньги? То есть первое, они пополняют свою оборотку, то есть они хотят быстрее расти, хотят, допустим, закупать больше товара. Это может быть закупка оборудования, это может быть открытие новых локаций. Но это я вам позитивный сценарий расписываю. То есть в каких случаях потенциально можно инвестировать в этот проект. Не столь позитивный сценарий для инвестора, когда бизнесу нужны деньги на латание дыр, на закрытие старых долгов, на то, чтобы просто собственник бизнеса хочет обкешиться и выйти. Ну то есть вытащить себе деньги. В этом случае лучше не вкладываться в такой бизнес. Ну, или по крайней мере, бывают, конечно, нюансы, или по крайней мере много раз детально проверить. Почему бизнес не идет в банк? Это очень популярный вопрос, что, а чего это вот бизнес не идет в банк-то за кредитами, а обращается к инвесторам? Но тут надо понимать, что кредитование малого бизнеса в России это то еще веселье. То есть получить какой-то заметный кредит без существенного обеспечения, а обеспечением, как правило, толковым является только недвижимость. Ну и на изредка что-то еще какие-то иные твердые материальные активы. Но в основном это недвижимость. Получить очень сложно. А даже если у тебя есть недвижимость, ты можешь получить, допустим, половину ее стоимости, но не более того. То есть этот ресурс ограничен. Вторая причина, почему обращаются к инвесторам. Срочно нужны деньги. То есть, например, появляется какая-то возможность. Например, курс доллара резко упал в какой-то момент, как это было в 2022 году. Мы видели, что в какой-то момент курс сильно падал. И компаниям, которые в этот момент закупали что-то за рубежом, им было в этот момент очень выгодно, как можно больше закупиться товаром. И, соответственно, они готовы были давать в этот момент высокую процентную ставку, лишь бы сейчас получить в моменте деньги, чтобы пока курс низкий закупиться. Это может быть возможность получить большие суммы без залога. То, что мы обсудили. Это может быть банковская бюрократия, которая на самом деле может быть крайне сложной и проблемной. То есть банки в пределах малых сумм, типа несколько миллионов рублей, они еще готовы как-то кредитовать плюс-минус не очень сложно. Как только суммы больше, как правило, требуется огромное количество макулатуры собрать, там чуть ли не справку о болезни бабушки, для того, чтобы получить кредит. И аннуитетные платежи. Вот это важный момент для многих бизнесов. В чем сути аннуитетных платежей? Что, допустим, бизнес взял 20 миллионов рублей на 3 года. Ему каждый месяц, помимо того, что он платит проценты, ему надо возвращать тело долга частично. И получается, что, ну то есть 20 миллионов разделить на 36 месяцев, грубо говоря, сколько получается, ну что-то там типа 650 тысяч рублей надо возвращать каждый месяц. То есть деньги не успевают проработать. В отличие от инвестиционных займов коммерческих, когда, как правило, тело займа возвращается в конце срока. То есть деньги отработали год и только потом они возвращаются. Соответственно, бизнес, если в нем все в порядке, он успевает несколько раз обернуть эти деньги. То есть какие риски инвестирования в коммерческие займы? Самый большой риск, что вы потеряете все деньги. И это риск очень реальный. И это главный минус инвестиций в небольшие компании, что вы можете лишиться всего. Никто ничего вам не гарантирует. Правда и на фондовом рынке, как мы в 22 году увидели, тоже можно запросто лишиться всего или очень многого, опять же по независимым причинам. Но тем не менее, какие могут быть риски? Первое, риски отрасли. Мой личный пример я вкладывал в компанию, которая занимается бизнес-авиацией в начале февраля 22 года. Как вы понимаете, в конце февраля, в марте ситуация на рынке бизнес-авиации, которая летала в Европу, в основном на Лазурный берег Франции и так далее, резко поменялась. Ну, запретили очень многие полеты, ну и вообще там с самолетами стали проблемы. Что здесь сказать? Ну, просто не повезло. Может такое быть? Да, к сожалению, да. Поэтому вы должны понимать, что может произойти, вот просто вам не повезет. Раз. Или, допустим, как было с ресторанным бизнесом в период пандемии. То есть это не вина компании, не вина никого. Ну вот, я имею в виду, не вина инвесторов или сотрудников компании, но эта индустрия попала под сильный удар. Второе, неэффективное управление. То есть это уже непосредственно вина руководства компании, что они неэффективно управляют бизнесом, недостаточно качественно контролируют расходы, не работают там над расширением своей клиентской базы и так далее. И просто вот бизнес чахнет постепенно. Третье, проблемы со стороны регуляторов. То есть регулирование государства регулярно вмешивается в контроль самых разных отраслей нашего хозяйства. И может оказаться так, что в какой-то отрасли просто ведут какой-нибудь запрет, который очень сильно ударит по этой индустрии. Такое бывает, к сожалению, часто. Дальше, схема работает, пока все хорошо. То есть бизнес привлекает деньги на своем пике. То есть когда у них все прекрасно, хорошая прибыль, хорошая выручка, все видится в радужном свете. Но затем, когда наступает отлив и когда, а это всегда так, не бывает такого, что идет бесконечный рост. Всегда это волнообразно, вот так вот. То вверх, то вниз. И оказывается, что в период отлива, то есть когда доходы падают, расходы наоборот, возможно, возрастают, либо остаются на прежнем уровне, бизнес не готов вытягивать нагрузку по выплатам инвесторов, инвесторам нормально. Дальше, мошенничество. Может ли такое быть? К сожалению, да. К сожалению, может. Очень много мошеннических схем. Постоянно мошенники процветают, затягивают в самой разной истории. Я сам с этим сталкивался и влетал. У меня был негативный опыт, к сожалению, с пирамидами. Я дам ссылку под видео. Посмотрите, как раз я рассказывал и как на что смотреть, чтобы постараться избежать пирамид. И какие основные характеристики и какой-то свой опыт рассказывал. Посмотрите это видео. Риск первого лица. К сожалению, большинство малых бизнесов в России очень-очень сильно зависит от первого лица. Пока собственник как бы у руля корабля и готов пахать, все хорошо. Как только он начинает либо отходить от дел, просто решил там сменить фокус, начать другой бизнес, надоело. Либо со здоровьем какие-то вопросы, либо не дай бог тоже такие примеры были. Когда умирал собственник компании и все. И после этого начинался разброд, шатание. И как правило при банкротстве, при форс-мажоре в малом бизнесе все это полная потеря. Скорее всего вы ничего не вернете. То есть вот к этому надо быть готовым. И осознанно, если вдруг вы собираетесь идти в это направление, осознанно понимать вот эти риски. И грубо говоря самому себе ставить постпись. Что я допустим вкладывая деньги в какой-то проект, я осознаю, что все это может произойти. Я могу потерять все деньги. И либо я на это готов. И иду сознательно. Либо держусь от этого подальше. И выбираю более консервативные инструменты. Допустим дать в долг государству, купив облигации федерального займа. Или более крупным компаниям. Теперь как минимизировать риски. Я расскажу как работаю я, ну и как работает наша команда. У нас есть небольшая команда, кто занимается анализом проектов. Скорингом так называемым или оценкой. Первое. Вот мы заполняем такую таблицу. То есть мы это юридические, формальные юридические параметры. Дата регистрации юрлица, смена собственников была не была. Это у нас юрист проверяет. Множественный юридический адрес, множественные участники, суды, признаки банкротства, отзывы в интернет кстати. Причем там надо очень аккуратно к ним относиться. Потому что отзывы накручиваются как положительные, так и отрицательные. Стало например очень популярно в последнее время этот целый бизнес. Когда создают страницы с кучей негативных отзывов и шантажируют, что либо мы будем раскручивать эту страницу, либо платите нам там 200 тысяч за то, что мы уберем страницу. И тут же создадим новый клон. Поэтому тут надо тоже аккуратно анализировать это реальные отзывы или это вот как раз фейковая страница, которая сделана для того, чтобы пошантажировать и попытаться выманить деньги. Отзывы действующих инвесторов обязательно, потому что никто, ну по крайней мере я не люблю быть первым инвестором. Знаете как в Америке говорят, что в бизнес, в стартапы инвестируют 3F. Friends, Family и Fools. Поскольку мы с бизнесом не родственники и не друзья, то за кого вы меня принимаете, когда хотите взять деньги. То есть всегда желательно, чтобы уже были отзывы и со сроком работы хотя бы один год инвесторов. Там конечно тоже есть нюансы, потому что вы эти отзывы как правило будете запрашивать у самой компании и они могут, грубо говоря, подговорить кого-то. Но это честно говоря, это достаточно сложно сделать. Ну в каком плане сложно, если вы начинаете чуть-чуть копать вглубь, то понятно, как бы инвестор реально работает или нет. Хотя, но все равно тут тоже возможно, как бы какие-то схемы. Количество сотрудников не является жестким показателем. То есть не значит, что бизнес там с 50 сотрудниками лучше, чем там с 5. Не обязательно. Но как один из критериев большей устойчивости. То есть чем больше сотрудников, знаете, как Наполеон говорил, что бог на стороне больших батальонов. Чем крупнее бизнес, чем крупнее слон, тем тяжелее его завалить и меньше шансов, что он резко схлопнется. Имущество юридического лица. Есть ли какие-то активы? И в идеале активы существенно превышают задолженность. Но здесь вот соответственно выставляются, мы выставляем некие баллы. Обеспечение, поручительство собственников. То есть чтобы первое лицо, руководитель компании отвечал лично по долгу компании. То есть если компания не платит по долгу, то вы вправе, чтобы были обратить взыскание на имущество, на личное имущество собственника. Это опять же, каждый из этих пунктов не дает никакой полной гарантии. Но это дополнительный плюс по совокупности факторов. То есть вы можете в данном случае, имея поручительство, усложнить сильно жизнь. Допустим ограничить выезд за рубеж, наложить арест на счета и так далее. Именно собственника компании. Залог. Конечно наличие залога большой плюс. Особенно если предмет залога твердый и его в идеале, совсем в идеале, если его можно еще и нотариально оформить. К сожалению такое редко получается, потому что с малыми суммами никто не хочет этим заморачиваться. То есть при вложении 500 тысяч рублей платить там 30 тысяч за нотариуса за залог, это немножко глупо получается. Такая глупая схема. И главное, что просто с небольшими суммами еще и компании не хотят этим заморачиваться. То есть говорят, ну извините, но вот как бы мы в договоре пропишем залог, но идти к нотариусу не готовы. С более крупными суммами, как правило это несколько миллионов, уже там оформляются залоги. И это конечно гораздо большее обеспечение. Юридическая упаковка, договор, доходность, какая доходность. Неадекватно высокая доходность, тоже минус. Адекватная, ну адекватная она тоже плавает на самом деле в зависимости от ставки рефинансирования и в зависимости от ключевой ставки ЦБ. И в зависимости от того, насколько сейчас бизнесу нужны деньги. Но тем не менее, то есть это что-то типа 20-30 процентов годовых адекватная ставка. В зависимости опять же от масштабов, от других моментов. Финансы компании, финансовая отчетность. Вот это анализ финансовой отчетности, это с одной стороны очень важный момент, с другой сложный для реализации. Потому что вот я видел неоднократно, когда у нас люди пытались анализировать, я выкладывал допустим какой-то проект, в который я инвестировал. И люди анализируют его по официальным данным в Роспрофайл. Вот анализировать российские компании малого бизнеса по данным налоговой отчетности, это просто совершенно бестолковое занятие. Потому что налоговая отчетность в российском малом бизнесе не отражает ничего, кроме попытки минимизировать эти самые налоги. То есть насколько эффективно или нет компания минимизирует налоги. Все. То есть вам надо смотреть, что? Надо смотреть управленческую отчетность и налоговую тоже сравнивать их. И выписки из банка. И все это смотреть, анализировать и задавать вопросы бизнесу. А почему вот здесь так? А почему вот так? А почему вот так? То есть допустим вы видите, что в компании по налоговой отчетности, вот я несколько раз видел такие попытки анализировать. О, а у компании прибыль-то там оборот 60 миллионов, а прибыль всего лишь 800 тысяч. Это вообще ерунда, не компания, а прибыль всего там полтора процента. Это же чушь полная. Почему такая прибыль? Да потому что с прибыли налог платится. Поэтому ее и минимизируют всеми силами. И все. Поэтому надо смотреть реальное состояние дела и давать пояснение. Это, к сожалению, не всегда получается. Ну особенно вы не будучи в теме, это сложно сделать. Но это по-хорошему надо делать. Поэтому постарайтесь, по крайней мере, запросить эту отчетность, узнать детали, посмотреть и сравнить с выписками банковскими. Потому что управленческая отчетность, написанная человеком и то, что вы увидите по выпискам из банка, это тоже еще будут большие разницы и по которым нужно будет задавать вопросы и выяснять реальное положение дела. Дальше, как мы работаем, например, над скорингом проектов. То есть это юридическая проверка, это финансовые показатели, это отзывы инвесторов других, это отзывы других игроков данной отрасли. Если получается их добыть, но к ним тоже надо относиться аккуратно, особенно к отзывам конкурентов, которые по понятным причинам периодически любят охаять своих, собственно, конкурентов. Перспективы индустрии в целом. То есть мы смотрим на то, насколько данная индустрия вообще в целом имеет потенциал. Залог есть и залог нет и поручительство. Но это вот так очень кратко для того, чтобы вот если вы соберетесь куда-то в какой-то бизнес инвестировать, то примерно на что обращать внимание. Но если вы у нас в инвестиционном клубе финанс один, то вы можете как бы провалиться более глубоко. Вот в наших таблицах там есть ссылки и можно посмотреть по ряду проектов, более глубокую информацию, покопаться и при желании, собственно, задать любые вопросы проектам. Плюсы. Зачем, собственно, все это затевается? Ну, первое. Низкий порог входа 100-100 тысяч напрямую, либо, допустим, через платформы типа JetLand несколько тысяч рублей. Пассивный доход уже через один месяц. Как правило, выплаты по займам в бизнес идут ежемесячно. То есть вы вложили деньги, через месяц вам уже первый платеж идет. То есть возможность быстро создать пассивный доход. Прогнозируемые платежи. То есть прописывается в договоре график платежей, собственно, как в кредитном договоре банка. И высокая доходность. То есть доходность на уровне 20-22-25, даже иногда 30 процентов. Это очень высокая доходность, которая, если вы стабильно имеете такую доходность, у вас вообще все в жизни будет прекрасно. Главный момент, чтобы, собственно, суметь сделать вот эту самую стабильность. Ну, для примера, вот если мы вкладываем миллион рублей под 26 процентов годовых, то через три года мы удваиваем нашу сумму. То есть мы полностью за три года возвращаем все свое и дальше уже генерируем чистую прибыль. И поэтому наша задача, собственно, чтобы хотя бы три года проект отработал. Все, мы вернули свою, дальше счастливо живем. Как работать с инвестициями в бизнес, как я работаю? Первое, максимальная диверсификация. То есть надо понимать, что в любой момент любой проект может прогореть. Вот я вам кучу рисков называл, и они будут обязательно случаться. То есть надо подходить, вот вы собираетесь куда-то вложить в какой-то проект деньги напрямую. А будьте готовы, что обязательно с каким-то проектом на протяжении нескольких лет, из десяти проектов, хотя бы один проект прогореть полностью. Там по двум-трем еще будут какие-нибудь трудности, допустим, просрочки платежей, либо еще что-то. К этому надо быть готовым. Поэтому принцип подводной лодки, то есть у нас должно быть много отсеков, чтобы затопление одного отсека не привело к затоплению всей лодки. И чтобы один схлопнувшийся проект, остальные его вытягивали, если такой произойдет. Поэтому лучше раскладывать максимально яйца по разным корзинам, разбрасываться по как можно большему числу проектов. Дальше, несколько месяцев тест, вот как я обычно делаю. Новый проект я вижу, перспективный. Там провели всю оценку, проверил там юрист, аналитик финансовые показатели, пообщались с руководством, провели. У нас в клубе проходит, мы совместно анализируем новые проекты, там все набрасывают вопросы, свои сомнения и так далее. И если да, то сначала я вкладываю малую сумму, смотрю несколько месяцев, насколько все устраивает. Если все хорошо, я затем вкладываю чуть больше, чуть больше и постепенно вот так вот наращиваю свою позицию. И вытаскивает прибыль. То есть прибыль, которую я получил, я вкладываю в новые проекты. То есть чтобы расширять диверсификацию. Либо что-то вытаскиваю полностью и перекладываюсь в консервативное. Что-то совсем консервативное, но в основном недвижимость для меня. Вот такой алгоритм. Потом, кстати, если у вас есть проекты для инвестирования, предложите. Если вы видите, что ваш бизнес может подойти и вы хотели бы привлекать инвестиции в ваш бизнес, предложите. Я под видео дам ссылку, только обязательно почитайте. Там очень много нюансов, с кем и как мы работаем, с кем готовы, с кем не готовы. Чтобы просто не предлагать то, что мы заведомо не готовы рассматривать. И напишите в комментариях, есть ли у вас опыт инвестирования в бизнес, положительный, отрицательный. Под видео я дам ссылки на те проекты, которые мы показывали. Вы можете посмотреть на них, посмотреть, что и как обсуждали люди. Там самые разные обсуждения есть. И чуть глубже погрузиться в эту тему. Резюмируя, то есть это направление, с одной стороны, высоко рискованное, вложение в небольшой бизнес. С другой, потенциально высокоприбыльное и очень важно снижать риск. То есть вкладывать в один проект бизнесовый очень опасно. Когда у вас в портфеле 5 проектов, риск уже средний. Когда у вас в портфеле 15-20 проектов разных, то тогда уже можно сказать, что вы существенно снизили этот риск. Опять же не надо заблуждаться, это не банковский вклад в Сбербанке и не облигации федерального займа. Но все-таки это существенное снижение этого риска. Ну что же, друзья, надеюсь мне удалось вот так осветить для вас эту тему. Напишите, вот каков ваш опыт, изучите те проекты, что мы под видео сбросим. Для того, чтобы, ну если вы хотите глубже погрузиться, как примеры в это направление. И пишите ваши мысли в комментариях, насколько для вас кажется интересным этот инструмент. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!